Привет, друзья! Меня зовут Александр Макушин и здесь, на своем канале, я рассказываю о фотографии обработки. Сегодня снова по касательной затрону тему Instagram и покажу, как сделать бесшовную карусель, во многом автоматизируя процесс. Подобный формат снимков позволяет представлять наши фотографии креативнее обычной выкладки и немного разнообразить аккаунт. Поехали! Необходимо понимать, что такая бесконечная лента это не один снимок, а несколько, но монтаж каждого отдельного элемента формируется так, чтобы одна фотография перетекала в другую. Сама граница между снимками никак визуально не заметна и в этом Instagram нужно отдать должное. Приступаем, шаг первый. Нам важно создать шаблон, из которого мы будем нарезать отдельные кусочки. Кликаем файл и нажимаем создать. Мы знаем, что рекомендуемая ширина одной фотографии в сервисе на момент записи этого видео 1080 пикселей, а максимальное количество самих фотографий в карусели равно 10. 10 умножаем на 1080, получается 10800 пикселей. Вот такая занимательная математика. Прописываем в графе ширина 10800 пикселей. Осталось определиться по поводу высоты. И здесь все зависит от того, какое соотношение сторон мы выберем. Если мы выбираем классическое 4 к 5, то все наши фотографии будут прямоугольными, ведь это типичное соотношение для Instagram снимков. Когда вы загружаете фотографию в Instagram, вы можете заметить, что любой вертикальный снимок всегда подрезается до соотношения 4 к 5. Если мы выбираем квадратную подрезку, то следовательно по вертикали, так и горизонтали размер одинаков и тоже составляет 1080 пикселей. Поэтому, если мы хотим оставить квадратную фотографию, то вписываем у высоты 1080. Если мы хотим получить прямоугольный вариант, то вписываем 1350 пикселей. У нас будет соотношение 4 к 5. 1350 к 1080. Ширину и высоту снимков прописали. Есть у нас значение разрешения. И вот здесь необходимо сменить значение 72 на 300, так как это типичное количество точек на дюйм у фотографии. Свет фоновой подложки я оставляю белым. Рабочий профиль всегда sRGB. Нажимаем кнопку создать. В итоге получается вот такая, в кавычках, колбаса. И теперь ее необходимо разлиновать, определить те самые границы отдельных кадров для будущей резки. Первое, что мы делаем, мы заходим в просмотр и нажимаем линейки. Если у нас этих самых линеек нет, они позволят нам получать всю информацию о наших кадрах в метрической системе. Затем мы снова заходим в просмотр и выбираем пункт новый макет направляющий. Мы знаем, что максимальных фотографий у нас может быть 10, следовательно указываем 10 в числе столбцов, а строк указываем 1. Таким образом наш шаблон получает визуальные границы. Но здесь можно схитрить и указать количество строк числом 2. Это позволит видеть центр кадра для дальнейшего редактирования. После этого нажимаем ОК. Получаем вот такой классный шаблон для будущей раскадровки. Этот шаблон можно немного улучшить, поэтому меняем систему исчисления вот этой вертикальной линейки на проценты. Увеличиваем до такой степени, чтобы мы видели единицы процентов. И создаем еще одну направляющую. Создается она кликом по горизонтальной линейке. И спускаем ее на положение 10%. Затем захватываем еще одну направляющую и опускаем на значение 90%. Наверное у вас появился закономерный вопрос, зачем мы это сделали. Дело в том, что в инстаграме миниатюры фотографий в аккаунте отображаются в виде квадрата. Даже если сама фотография прямоугольная. Эти две направляющие позволят нам отследить, какая часть кадра отобразится в этом самом квадрате. Штука критичная исключительно для первого кадра в подборке. Шаблоном закончили, теперь осталось разместить наши снимки. На самом деле единственного шаблона для размещения снимков не существует, ведь вариантов миллион. В данном случае я просто буду раскидывать фото, ориентируясь на собственное видение и вкус. Да, кстати, сам шаблон я залил в облако, можете скачать его по ссылке в описании, возможно вам пригодится. Я начинаю размещать фотографии на шаблоне, просто перекидывая их в фотошоп. Захватываем фотографию в нашей папке и кидаем. Сами фотографии, перекинутые с папки, будут у нас отображаться в виде отдельного слоя, с которым естественно можно работать. И это во многом упрощает дело. Сначала поработаем с первым нашим слайдом и разместим фотографию таким образом, чтобы лицо модели отображалось более приемлемо по центру кадра. Сделаем это таким образом, мне нравится. Вот это самая граница, граница первого кадра. В теории я могу подрезать значение, перетекающее в другой кадр, просто удалив его, но не буду этого делать, так как мне нравится сам визуальный переход. Возможно я немного сокращу вот эту часть кадра, так как она не играет особо информативной роли. Итак, получили первый наш слайд, который плавно перетекает во второй. Затем нам необходимо дозаполнить вот это пространство, пространство второго слайда. Выбираем подходящую фотографию и снова перекидываем ее в наш шаблон. Естественно, мы можем менять положение, размер, что-то подрезать. Затем я кидаю следующие кадры. И здесь хочу поступить немного нетипично, а именно разместить два вертикальных снимка на третьем слайде. Для этого я подгоняю границы. Вот наш первый снимок. И в пару к нему кинем еще один. Вот это самое центральное направляющее позволяет нам удобно разграничить два горизонтальных кадра, разместив их симметрично. Затем мы захватываем новую фотографию и снова перекидываем в фотошоп. И в пару к нему кидаю еще один снимок. Размещу их вот таким вот образом. Еще раз повторюсь, какого-то единого шаблона размещения нет, я действую по наитию. Надеюсь, что принцип работы вам стал понятен. У нас есть в визуальной границе отдельные карточки, которые мы перелистываем. Границы одной фотографии могут плавно перетекать на следующий слайд. Самый важный принцип подготовки и размещения фотографии заключается в том, что мы не должны ставить нашего героя на вот этом визуальном переходе от одного слайда к другому. Обычно люди делают полное пролистывание, а не задерживают внимание на срединном значении. Это будет неудобно. Поэтому вот так, как я показываю на данном примере, поступать не стоит. Лучше все это либо перекадрировать, либо подрезать, либо разместить нашу героиню в центре одного слайда. Естественно, я не заполнил все 10 карточек. В данном случае показываю лишь пример и логику действий. Над остальными незаполненными областями мы работаем так же, как и работали вот с этими указанными вариантами. Важный момент. Так как фотографии, которые мы перекидываем на наш шаблон, имеют статус Smart Objects, это не позволяет менять какие-то графические настройки к самим снимкам, пока мы не растрюруем слой. Кликаем по этому слою, правой кнопкой мыши, и в меню выбираем растрировать слой. После этого можем делать все что угодно. Что делаем дальше? А дальше нам важно удалить наши направляющие. Не все, а именно вот эти горизонтальные на поле с нашим шаблоном. Захватываем их с помощью инструмента перемещения и уводим вверх. Далее центральную. И вот эту нижнюю. Далее выбираем инструмент раскройка. Активировали инструмент и нажимаем кнопку фрагменты по направляющим. У нас появляются вот такие иконки. Этот инструмент позволит нам порезать нашу в кавычках колбасу на отдельной картинке автоматом при сохранении. Не придется пользоваться инструментом рамка и вручную резать каждый участок. Заходим в файл. Экспортировать. Сохрани для веб. Вот здесь выбираем JPEG. Указываем встроенный профиль на всякий случай для того, чтобы профиль sRGB был встроен в фотографии. Качество на 100. Подложка белая. Больше нас здесь ничего не интересует. Нажимаем сохранить. И указываем папку, в которую и будут сохраняться наши элементы. Присваиваем им имя. И нажимаем сохранить. Процесс происходит довольно быстро. Открываем ту самую папку, в которой мы сохранили фотографии. И вуаля. Мы видим все наши снимки уже порезанные автоматически. У нас есть те самые 4 кадра, над которыми мы работали. И несколько белых областей, которые мы конечно же загружать в Instagram не будем. Единственное, что нам остается сделать, это скачать эти файлы в наш телефон. Или загрузить их в сервис постинга с компьютера. Определить правильный порядок. Написать текст и опубликовать. В итоге мы получим красивую бесшовную карусель. Это отличный вариант сделать что-то необычное в аккаунте. И интересно представить наши фотографии. Надеюсь вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь и оставляйте комментарии. Такими простыми действиями вы сможете поддержать мой канал. Прощаюсь, желаю хорошего дня и увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...